И всем привет, с вами Кхос в Задхост, и это краткий обзор мода Майнкрафт Транспорт Симулятор, Диверсия Майнкрафт 1.12.2. Давайте без лишних слов, погнали! Начну с функциональных блоков. Регулятор уличного освещения. Вот здесь можно настроить радиус его сканирования, а потом же настроить те устройства, которые он найдёт. Вот я настроил светофоры, допустим. Это у нас заправочная колонка. Топливом в модификации является лава, так что имейте в виду. Также, чтобы заправиться на автомобиле, нужно подъехать не дальше трёх блоков от этой колонки. Я, кстати, грифер, вы не знали? Это у нас местные верстаки, на каждом из которых можно сделать определённый элемент транспорта. На этом можно делать корпуса, на этом можно делать винты, точнее пропеллеры, двигатели, как и самолётные, так и автомобильные. Здесь можно делать колёса, здесь можно делать кресла, здесь можно делать пулемёт. Копейц как много. Здесь можно делать всякие дополнения, вот, допустим, крыши там, прицепы. Здесь можно делать приборные панели, которые на самом деле очень даже нужны. Обязательно их делайте. Здесь можно делать еду и книги, а точнее гайд в печатном виде. Здесь можно делать блоки из этой модификации, даже телефонная будка, которая не функциональна вообще, она просто есть. Ну, короче, обзор функциональных блоков подошёл к концу. Переходим к самому интересному, к управлению транспортными средствами. Погнали! Если что, сегодня записываю обзор с официальным аддоном, в котором нет водного транспорта. Так что сегодня обзор будет на воздушный и наземный транспорт. Начнём с наземного транспорта. Перед тем, как приехаться на автомобиле, его надо сначала собрать. Ставим сюда корпус. Колёса. О, кстати, я поставил два корпуса. Да я гений. Вот, теперь ставим колёса. Двигатель. Сидение. Можно крышу поставить на своё усмотрение. Вот у нас получился внедорожник Scout. Но у нас нет приборной панели. Берём в руки механоключ транспортный, зажимаем Shift, правая кнопка мыши. Вот теперь панель, чтобы выбрать приборы, собственно. Я поставлю прибор, который передача нашу показывает в данный момент. И спидометр. В километрах в час. Вот, отлично. Выходим. Теперь надо машину нашу заправить. Наполняем канистру. Теперь мы можем поехать на нашем автомобиле. Сперва нужно включить приборную панель. Завести двигатель. Жмём, ждём пару секунд. Двигатель завёлся. Теперь переключаем передачу. С нейтральной на первую. Можем ехать. Но нам не помешало бы сейчас остановиться возле заправки. Жмём Shift и S. Ручной тормоз. Всё, машина с места не сдвинется. Выключаем двигатель. Выходим. Жмём правой кнопкой мыши. И вот, начинается заправка. Медленно, конечно, но идёт. Думаю, столько хватит. Гляньте. Даже багажник открылся. А, ты хочешь войти в автомобиль? Молодец. Снова жмём Shift и S. С ручной ка мы съехали. Теперь можем включить задний ход, чтобы отъехать. Жмём кнопочку F. И теперь, когда мы нажимаем вперёд, мы едем назад. Вот и весь гайд по управлению автомобилем и любых наземных транспортных средств закончился. Так что, переходим к самолётам. Сперва надо собрать самолёт. Ставим корпус, двигатели, пропеллеры, шасси, кресла. Мне надо на них сейчас садиться ещё рано. Зажимаем Shift, выбираем приборы, скорость, положение относительного горизонта, сила подъёма, ну и высоту. Тоже знать не помешало бы. Теперь надо заправиться. Использует самолёт тоже лаву. Минута молчания в честь заправки самолёта закончилась. Всё, вали отсюда. Заходим. Открываем панель. Запускаем двигатели. Жмём старт. Ждём. До характерного звука. Всё. Так. Убираем панель нафиг. Переключаем вид от третьего лица теперь. Выпускаем закрылки. Зажимаем. Уже видим, как они медленно опускаются. Для того, чтобы нам взлететь, собственно говоря. Всё, уже хватит зажимать, наверное. Моя... Короче, народ. Погнали. Повышаем мощность. Повышаем. И взлетаем. На помощь нам приходят наши приборы, которые показывают, где мы находимся там. Отсветительная горизонта. Столько нам сейчас лететь вверх. Какая у нас сейчас высота. Но я лечу здесь в бесконечность. Потому что прогрузка не работает. Ну, вот такой вот у меня компьютер. Вот я уже на 95-й высоте. На 100-й. Но теперь... Обзор самого мода окончился. Переходим к финальной части ролика. А финальная часть обзора пройдёт здесь. В которой я попрощаюсь не только с вами. Но и с 2020-м годом. Это, скажем, был не самый удачный год. Так что давай-ка вали отсюда. А вот 2021-й просто обязан быть лучше. Так что я с вами прощаюсь. Ставьте лайки там. На канал подписывайтесь. Желаю вам провести счастливо Новый год. И пока. Ой. Ой-ой. Ой-ой. И... Бррррр. Если что, этот выпуск я снимаю с официальным аддоном. А в нём нет водного транспорта. Так что сегодня будет обзор только на водный. Да, класс. Какое интересно как. Продолжение следует...